Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Каждый житель области в январе-сентябре потратил 105 тысяч рублей. По этому показателю Кировская область находится на девятом месте среди регионов ПФО между Удмуртской республикой и Ульяновской областью. Программа Экономика. Автопарк правительства пополнится автомобилем класса «Люкс». Власти планируют выделить на покупку более 2 миллионов рублей за властного бюджета. Портал Айкиров оценил технические характеристики, прописанные в документах, подготовленных для аукциона. Он пришел к выводу, что они подходят под характеристики автомобиля «Тойота Камри Люкс». У него будут системы мониторинга слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом, датчики света и дождя, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль. Торги должны состояться 7 ноября. При этом портал напоминает, что в этом году дефицит областного бюджета за первое полугодие составил 870 миллионов рублей. Власти проводят оптимизацию расходов. Например, отменили денежные выплаты обладателям ряда премий в сфере культуры. А на недавнем заседании комитета ОЗС по экологии замминистра охраны окружающей среды Тимур Абашев сообщал, что министерство уже не первый год не может найти средства на необходимое оборудование для мониторинга воздуха. Стоимость оборудования – полтора миллиона рублей. У предпринимателя арестовали «Мерседес» и «Лексус». Приставы сделали это за долги. Их сумма у индивидуального предпринимателя составила почти 4,5 миллиона рублей. Ее начислили после проверки в 2015 году, когда выяснилось, что он неправомерно применял ЕНВД. Несколько лет ЭП долги не оплачивал. В таких случаях налоговики обязаны инициировать процедуру банкротства и реализации имущества. После решения арбитражного суда о банкротстве предпринимателя, тот погасил основную часть задолженности. Чтобы обеспечить выплату остаткам – это более полутора миллионов – наложен арест на два легковых автомобиля, принадлежащих должнику, а именно «Лексус» и «Мерседес». Машины были помещены на штрафстоянку, но ждать их продажи должник не стал. Заплатил всю сумму и исполнительский сбор в доход государства – 340 тысяч рублей. И в завершение курсов валют доллар сегодня 58,08 руб., евро – 67,53 руб. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова.